Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели! Вы на канале доктора философии Михаила Сергеева и у нас в рубрике «Список Бродского» передачи на тему гуманитарного знания. Сегодня у нас замечательные гости. Рад приветствовать российского историка, политолога и общественного деятеля Валерия Соловья. Валерий Дмитриевич, рад приветствовать снова вас. Здравствуйте, Михаил! Здравствуйте, Марк! Рад приветствовать, Валерий Дмитриевич, кстати. Да, и сегодня у нас впервые на канале новый гость, оппозиционный политик, юрист и видеоблогер. И я, пожалуй, добавлю легенда Ютуба Марк Фейгин. Марк Захарч, приветствую вас. Взаимно, всех рад приветствовать. Значит, для зрителей, которые прибывают, хочу сказать, пишите, пожалуйста, комментарии и вопросы в чат Ютуба, потому что это видео транслируется и в Фейсбуке, но в Фейсбуке, если вы напишите комментарии, мне они будут не видны. Так что, если вы хотите задать вопросы особенно, то, пожалуйста, перейдите в Ютуб и там в чате можно писать. Ну вот, после этого короткого предисловия я начну. У нас сегодня в Европе война. Байден, наш президент американский, провозгласил борьбу между демократиями и автократиями. И вот в этих сложных условиях я хотел поговорить о ситуации, как говорится, с исторической перспективы. То, что американцы называют big picture. Поговорить о Западе, западной цивилизации, что это такое, откуда она идет, куда она придет и как она воздействует на Россию. Вот первый вопрос у меня к Валерию Дмитриевичу, как профессиональному историку. Даже не вопрос, а скорее тему для обсуждения и приглашения к комментариям. Давайте перенесемся на две с половиной тысячи лет назад. И в те времена нас интересуют две войны. Вот первая война – это греко-персидская война или даже греко-персидские войны, которые шли в V веке до нашей эры. Конфликты. Это была серия конфликтов между Персией, которая в то время была империей, теократической монархией, и греческими городами-государствами, которые отстаивали свою независимость. Вот в результате этих войн, собственно говоря, и сложилось то, что мы называем западной цивилизацией, потому что Афины и греческие города были западнее Персии. И Афины победили. Вторая война – это Пелопонесская война, тоже V век до нашей эры, военный конфликт в Древней Греции, в котором участвовали Дилотский союз во главе с Афинами. И это, если мы проводим параллель с Холодной войной, НАТО в главе с Америкой. И, с другой стороны, Пелопонесский союз под предводительством Спарты. Это значит у нас, что там был, Совет экономической взаимопомощи во главе с Советским союзом. Афины были демократией, Спарта – олигархией, автократией. Но в той войне, в Пелопонесской, победила Спарта, Афины проиграли. Вот, сражение между этими двумя системами, империей и автократией с одной стороны, демократией с другой стороны, продолжается и по сей день, 2,5 тысячи лет спустя. Но в наше время демократия занимает более серьезные позиции, нежели Афины, как город-государство. Так вот, вопрос такой. Какие исторические ассоциации вызывает у вас нынешняя обстановка в мире в связи вот с этими древними событиями, Валерий Анатольевич? Да, я понимаю. В нем ведь заложена очень мощная идеологическая подоплека, или культурная идеологическая. Это очень хорошо было заметно. Фактически это была аллюзия на противостояние Соединенных Штатов, ну и Ирана. В общем, чуть-чуть говорить-то можно без обиняков, да. А вот то, что происходило в самой Греции, это и менее известно. И эта история не менее драматическая, не менее драматическая, потому что она происходит, развивалась эта война между, в общем, соотечественниками, по большому счету. Вот, это, помните, как в фильме Андрей Рублев, там прекрасно обыграно было, говорит, не брат и тебе там морда какая-то, он говорит, Владимирская или Сустельская, я уже не помню. Что-то в таком духе. Очень похоже на сыну из фильма «Брат». Вот это проходило в Греции. Я бы все-таки сказал, что, наверное, ну даже не наверное, а точно совершенно, это больше похоже на Пелопонезскую войну. И я напомню, что хотя та Пелопонезская война поначалу закончилась победой Спарты, и Спарте пришлось выступить, точнее ее взяли в качестве образца для подражения греческие полисы. Они считали, что раз она одержала военную победу, значит ее политический строй и вообще социальные нравы, они должны служить примером для подражания. Но когда Спарта потерпела снова поражение, вы помните, да? То вот она перестала восприниматься как пример для подражания, и вообще гегемон в тогдашней Греции исчез. Я бы провел аналогию, как вы поняли, именно с этой войной. Я не знаю, каков будет исход и какова будет будущая динамика того, что в России называют специальной военной операцией, вот этой вооруженной конфронтации между Россией и Украиной. Но аналогия именно с Пелопонезской войной, это не просто старый спор славян между собой, безусловно, это спор двух моделей. Двух моделей, причем вот подняла голову та модель, которая, казалось, исчезла или потерпела историческое поражение в ходе Холодной войны, в 90-е годы, в нулевые годы. Она подняла голову. Мы видим, что у нее есть симпатизанты. Мы видим этих симпатизантов в Европе. Есть очевидные симпатизанты, есть люди, точнее политики, которые говорят, что, ну, слушайте, мы будем с ними сосуществовать. Которые готовы опять взять на, поднять на щит концепцию мирного сосуществования. Причем, когда это, я понимаю еще, когда это исходит от Франции и Италии. Но когда это исходит от Германии, имеющей, ну, я бы сказал, такой крайний, даже не, это не амбивалентный опыт. У нее однозначно негативный опыт в этом смысле. У меня это вызывает искреннее, искреннее изумление. Но это подается как национальные интересы. Так, еще раз повторяю, все-таки Пелопаневская война – это самый подходящий исторический образ. И спасибо, Михаил, что вы его включили, что вы его использовали. Это война, это конфликт не только между, допустим, автократией и демократией. Это вообще история о свободе выбора. История о свободе выбора и о цивилизационном устремлении по большому счету. Я бы так это назвал. Коллеги. Спасибо, спасибо, Валерий. То, что вы сказали о попытках примирения, сейчас называется, последнее выражение, которое я услышал буквально вчера. «Умная демократия», «Смарт-демократия». Это, значит, такая демократия, которая, да, готова сосуществовать с тиранией, то есть те либералы, которые готовы сосуществовать с каннибалами. Ну, это, как говорится, да, имеет место быть. Второй мой вопрос к Марку Захарчеву. Как политику и специалисту с юридическим образованием. Тоже, скорее, не вопрос, а тема для обсуждения. В еврейской и христианской философских традициях была некоторая неловкость от того, что языческие мыслители, такие как Сократ, Платон и Аристотель, заложили основы западной монотеистической философии. Ну, да. Ну, начать надо с того, что иудео христианской культуры, это вот такая формула, она давнишняя, да, хотя, честно говоря, для нее предпосылки только сложились, чтобы ее вот в такой синтезе употреблять. Только, мне кажется, современные уже истории, лучше сказать, в 20 веке, когда уже переосмысленный был опыт. Безусловно, старт от монотеизма. И, конечно, игнорировать только иудаизм невозможно, поскольку он дал начало, собственно, всем остальным монотеистическим, главным аврамическим религиям. Конечно, христианству, в первую очередь, и исламу, как более позднему, все тому же монотеистическому продолжению. И в этом смысле игнорировать эту связь невозможно. Хотя, все-таки, центральным здесь является христианское начало, потому что оно, прежде всего, ассоциируется, оно связано с западной цивилизацией, то, что мы под ней подразумеваем. Главное в нем – это образ Бога. Человек создан по образу Бога. То есть, ценность человеческая приравнена к божественному. Это по-другому трактуется и в иудаизме, по-другому, иначе, но все же имеет очень последовательную связь. Так вот, по большому счету, именно эта ценность, приравненная к божественной, и послужила началом для того, чтобы создать основы миропорядка, которые принято сейчас называть общественным миропорядком, порядком вещей, власти, в своем отношении с народом, индивидуумом, с властью и так далее, именно исходя из этого важного источника. И ровно поэтому ислам, о котором я позже скажу, он отказался именно от этой ценности. И это очень важное разделение, которое произошло, мне кажется, почти сразу, поскольку ведь общественных форм, понятных, и то, что мы называем христианской коммуной, которые бы спроецировались в то время, допустим, на 2000 лет назад, период ЕСИ отнести, мы не увидели этого ничего. Мы видели основу демократии в античном мире, который как бы явно к монотеизму никак не был склонен. Мы видели политористические культуры. Тем не менее, вот все-таки надо прямо сказать, что табу, возникшая с религией, собственно, с нее начинаются по-настоящему все главные монотеистические верования, по существу смогли оплодотворить вот достояние, которым похвалилась бы античная гуманитарная мысль. И вполне себе рецепировали все эти античные формы, которые, собственно говоря, существовали еще и до христианства. Но только христианство оказалось способным, вот то, что я сказал выше, по-настоящему эту ценность увидеть. Если перекидывать мостик в современное положение вещей, то я бы сказал, что демократия, как часть только западной цивилизации, ведь это чудо. Чудо, мимо которого могло человечество запросто пройти. Оно существовало совершенно в других формах общежития. Изначально это была Орда, где был авторитарной формой, всегда более естественный. Отец, так сказать, лидер Прайда, Орды. Почти отсылка идет к такому психоанализу в этом области по отношению к своим сыновьям. Отцеубийство неизбежное и воцарение сыновей, испытывающими комплекс за это отцеубийство изначально. Это подробно описал Фрейд, очень, по-моему, досконально. И, собственно говоря, демократия начинается с изначального отцеубийства. Потому что надо как-то детям, которые остались в живых, как-то суметь между собой поделить самок, добычу и как-то разделить власть. Эта психологическая сторона также важна в понимании того, что есть суть формы жизни, при которых нужно каким-то образом в этой общине находить место иерархии и одновременно равноправие. Такая почти дихотомия, неразрешимая. Тем не менее, почему-то человечество сумело как-то упорядочить эти отношения. И демократия стала рукотворной формой, она неестественная. Потому что естественный как раз авторитарное начало, куда объективнее отвечает человеческой натуре и вообще потребностям жизненным как таковым. Могли вывернуть в другую сторону, могли пройти. И сейчас мы видим, что демократия не является абсолютной формой, которая приемлема для любых цивилизаций. Этого не происходит. И в частности, когда мы говорим об исламе, мы говорим прежде всего о сформировавшемся практически сверху религиозном, ну, если хотите, каноническом понимании того, что ценность человеческая неравна божественной. Формы жизни, организации ее, они должны быть подчинены книге, подчинены тому, что в ней изложено. Безусловно, есть догматы, которые вполне переносимы на обычную жизнь, например, в области права. То есть каноническое право, вот классический шариат, например, это, безусловно, вытекающий из этой основополагающего в Коране изложенном понимание концептии человека, индивидуума, личности по отношению к обществу, имеет вот это свое выражение. Но не только в нем, это только часть этого всего. Поэтому демократия, главный вывод, является лишь небольшой частью западной цивилизации. Западная цивилизация может существовать без демократии. Вот это важно понять. Демократия лишь одна из форм, которая действительно смогла, особенно в 20 веке, взять верх над всеми иными. Хотя, безусловно, она имела внутреннее развитие, и мы видели некий прогресс по части ее совершенствования институтов, как минимум. Кстати, только в войнах это происходило. Войны как раз-таки давали новый толчок к прогрессу. Так, тем не менее, я хочу сказать, что западная цивилизация может остаться и существовать без демократии. Она может существовать и дальше, поскольку покуда будет ее некий общий статут, он заключается в том, что надличное существо, Бог, вера в него и христианские ценности вполне могут существовать без выражения в общественной жизни, политической жизни, всякой другой, в том, что мы подразумеваем под этим демократией. И человечество может развиваться абсолютно иным образом. Это не регресс. Это просто развитие западной цивилизации в каких-то иных формах. Тем более, особенно сейчас, когда мы входим в зону больших противостояний, нового испытания демократии, когда вызов брошен, вообще говоря, Китаем, который, собственно говоря, и представляет гигантское людское море, гигантскую цивилизацию вообще неверующих людей, ни в какое надличное существо. Вера в небо, так сказать, традиция не заменяет вот этого монотеистического начала, о котором я сказал ранее. И еще неизвестно, каким будет исход этой битвы. Человечество не обречено на торжество демократии, если мы говорим о ней как форме общежития, которое, безусловно, является продуктом западной цивилизации. Равно как и Запад не обязан победить и не обречен на победу над иными формами, моделями развития человечества. А, безусловно, Китай, ну не сам Китай, а Китай, представляющий вот иную цивилизацию, прежде всего. Потому что это не идеологический только полюс, этого мало. Идеологическим полюсом был Советский Союз, тот, который мы упомянули выше. А вот все-таки Китай, это и иная цивилизация. И, возможно, иная цивилизация представит вполне альтернативный жизнеспособный проект, этого нельзя исключать, цивилизации западной. Разумеется, это напоминает бесконечные дискуссии о заказе. Вот, но в данном случае у этого есть зримые обличья. Потому что одно дело умозрительно наблюдать за концом истории, как это делали от Гегеля до Фукуямы, а другое дело непосредственно в нем находиться в этом процессе. Я напомню, что Гегель об этом говорил в Наполеоновске, наблюдая за концом истории Наполеоновского периода войн. Ну, у Фукуямы немного другой период, значит, за этим же процессом наблюдал конца коммунизма. Тем не менее, сегодня мы, очевидно, присутствуем при совершенно новом, не очередном витке, а совершенно новом процессе, мировом процессе, который еще не предсказуем своим исходом. По части судьбы демократии. Спасибо, Марк. Вот что касается Фрейда и отца убийства как основы демократии, это я оставлю на вашей совести. Это мое, это мое. А вот... Это интересная теория. Понимаю. Ну, естественно. А вот ваш довод относительно статуса человека в монотеистических религиях, вот об этом я хочу сделать несколько комментариев. Действительно, он один и тот же и в иудаизме, и в христианстве, и в исламе. И он имеет определенные импликации в политике, потому что если Бог является главным судьей и главным, как говорится, правителем, то на земле не может быть человека, который бы сравнялся в этом с Богом. И поэтому не может быть человека, который имел бы абсолютную власть. В этом еврейские корни современного либерального общества. И они же есть и в христианстве. А что случилось в исламе? Моя гипотеза заключается в том, что ислам отличается от христианства именно тем, что вы сказали про шариат. Христианство – уникальная религия, у нее нет законов религиозных. Христос вообще никаких законов не давал. Любви ближнего своего и все. Поэтому ее очень легко отделить от государства. А государство, традиция государственного права в Америке и вообще в западных странах идет от Рима. Натуральное право, естественное право. И поэтому именно вот в этой среде и возможно было возникновение современных западных обществ, в то время как мусульмане все время сворачивают на шариат. А шариат, которому надо подчиняться, это очень тяжелый случай. Ну и вот последний момент, который вы упомянули, по-моему, самый важный. Вы разделили западную цивилизацию и демократию, или республиканскую форму права. Как две разные составляющие. В таком случае у меня следующий вопрос. В чем существо, в чем вы видите суть современных западных обществ, построенных на принципе республиканской политической системы? Потому что разные люди называют разные признаки. Верховерство закона, всеобщее избирательное право, сменяемость власти, разделение ветвей власти трех, отделение церкви от государства, соблюдение прав человека и так далее. Но где здесь существо, а где здесь формы осуществления, реализации этого существа? Я все хочу понять все-таки, в чем суть западной цивилизации. Это вопрос к обоим собеседникам. Лучше вы ими, ищем нашим. Лучше вы ими, ищем нашим. Хорошо, спасибо. Я начну. Вы знаете, коллеги, ну надо этим. В чем суть западной цивилизации? Бьются ума, умы, прошу прощения, и при всей симпатии и уважении к нам, не чита нашим. Ну мы попробуем. Ну мы попробуем. Да, естественно. И каждый раз, я бы сказал, на каждом новом историческом витке дается новый ответ. Знаете, вот с моей точки зрения важно, и могу сказать, что одинаково важно. Важно это все, но важно потому, что это создает, как говорят специалисты по системам, эмерджентный эффект. Когда это все объединяется, возникает новое качество. Я бы добавил сюда еще одну чрезвычайно важную вещь, мы ее упустили. Мы говорим в основном о политике, о культуре, о метафизике, но есть то, что является абсолютной победой Запада. Это капитализм. Он универсален. Вот он универсален действительно. И видимо без этой системы современный мир обойтись уже не сможет. Он может попытаться ее модифицировать, попытаться как-то с ней играть. Но эта система стала универсальной в силу именно своей эффективности. Поэтому вот все то, что относится к политическим проявлениям и к политическим сущностям западной демократии и Запада, не западной демократии, а Запада вообще, все это имеет очень мощный экономический фундамент. И это неразрывно связано. Это уже не просто фундамент. Это то, что вплетено в саму структуру политических и культурных отношений. Вы знаете, сколько об этом написано. Это капитализм. И я бы сказал, что вот без капитализма я бы не был уверен в устойчивости Запада. А благодаря тому, что есть капитализм, и Соединенные Штаты в данном случае безусловный флагман, мы можем полагать, мы не можем никогда быть уверены. В истории вообще ни в чем нельзя быть уверены. Это, кстати, показывает события последних нескольких месяцев. В частности, то, что началось 24 февраля. Но мы можем с большой уверенностью предполагать, что, по крайней мере, Штаты и Запад в целом останутся технологическим лидером. А технологическое лидерство влечет за собой неизбежно эффект реагирования. Не обязательно подражание. У нас считают, что реагирование – это подражание. Но это может быть и эффект вызова, как это пыталась сделать и пытается сейчас сделать Россия. Это тот вызов, который пытается бросить Китай. Но обратите внимание, как он умерил свою риторику. Как только он понял, что могут быть чудовищные по своей силе разрушительные последствия. И, кстати, для Китая санкции были бы более разрушительными, чем для Российской Федерации, мне кажется, учитывая его взаимосвязь с глобальной экономикой. Он несколько умерил свою риторику. Он же не говорит о том, что он фактически перестал помогать Российской Федерации. И все те обещания, которые были даны Путину персонально, они дезавуированы. Итак, господа, еще раз я резюмирую. Важно все, но важно потому это все, что это создает именно эмерджентный эффект. Возникает новое качество. Баланс элементов может меняться. Он, видимо, меняется в зависимости от культурно-исторической ситуации и даже в зависимости от страны. Но не менее важен капитализм. Потому что капитализм и есть универсальность современного мира. Ну, собственно, это универсальность, которая распространяется по миру. Ну, начиная где-то с начала XIX века. С начала XIX века и чуть позже. Коллеги? Как универсальная система, да. Но в принципе она берет истоки в эпоху Возрождения. Да. Но сложившаяся она была. Поэтому Марксу и понадобилось ее описывать. Сложившаяся она к XIX веку была. Это справедливо. Да. Ну, складываться в эпоху Возрождения начинает, конечно, эти пресловые итальянские города, о чем мы, в общем, еще из советских учебников-то помним. Помним. Это было точно, да. Марк, хотите что-то прибавить? Я согласен относительно капитализма. Это действительно уместно. Просто нас могут обвинить в чистом материализме, в том, что мы разрешаем вопрос первичности. Но я бы сказал так, что если мы говорим о западной цивилизации, опять же, да, все-таки индивидуальное начало. Все-таки индивидуализм, именно первичность понимания, что именно это обеспечивает его уникальность. Это незыблемость его определяющих характеристик. Это именно индивидуальный начал. Конечно, это тоже имеет онтологическую природу, но не всяких сомнений, потому что все-таки такое понимание, оно свойственно именно христианству. И уйде у христианства. И поэтому индивидуальный начал даже в контексте капитализма ведь тоже это важное метафизическое понимание. Конечно, безусловно, индивидуум, который борется с природой. Так он создает все вокруг себя посредством инструментария в виде вот этих социальных, экономических и других отношений. Поэтому индивидуальное начало, там, где оно никогда не будет утрачено, оно сохранит вот это начало западной цивилизации. Не факт, что это останется так. Вы знаете, мы же видим, как преображается вообще социальная жизнь в зависимости от все тех же технологий. Технологии меняют эту индивидуальность? Да, конечно. Вон тут Илон Маск объявил о том, что человек подобного робота покажет в сентябре. Можем ли мы себе представить, когда индивидуальность будет замещена, ну, понятно, мы на это умозрительно взираем, умозрительно об этом рассуждаем, но все же замещена, вообще говоря, машина, технологический механизм, где индивидуальность стирается наряду, в этом ряду, да, по две отличия, где человек, где машина. И человек сам меняет качество с humanity на машинное. Он стилизуется под машину. Поэтому это тоже угроза, собственно говоря, западному цивилизационному началу. С одной стороны, это его прогресс, это его достижение, возможный пик, ну, не финал, но пик. А с другой стороны, это вполне себе предпосылка к некому тоталитарной трансформации, при которой машина заместит человек, не победит, заместит человек. Отпадет вот эта необходимость в индивидуальном начале. Компьютер будет лучше считать, компьютер будет лучше работать, ну и так далее. И поэтому, безусловно, Запад пройдет через эти тупики. И, кстати сказать, возвращаясь к демократии, как одной из важных, может быть, центральных форм проявления западной цивилизации, мы об этом выше сказали, она пострадает в первую очередь. Представляете, чиновник машина. Казалось бы, из лучших побуждений, она взятки не берет, там, еще что-нибудь. А на самом-то деле она механизирует человеческие отношения до степени алгоритма. Так что угроз вот этому индивидуально начал очень много. И 21 век станет пиковым, станет главным именно в этой борьбе, в этой войне противостояния. И возможно, что и западная цивилизация не выиграет этой войны. Почему бы и нет? Марк, поговорили о прогрессе, давайте поговорим о загнивании. Давай. Излюбленная тема. О загнивании, которым пугает нас уже несколько столетий. Дело в том, что западное общество, естественно, сложное и многоуровневое. И у него есть и положительные, и отрицательные стороны. А русские люди, на мой взгляд, склонны к тому, чтобы я бы назвал идеологическим экстремизмом. Либо рай, либо ад, либо все, либо ничего. И вот они начинают с идеализации Запада. Вот сияющий град на холме, приезжают, и вдруг оказывается, что и на Западе коррупция, и воруют, и двойные стандарты, и политкорректность, и то, и сё. И тогда полное разочарование. Они говорят, ну, если все одинаково плохие, то мы будем стоять за своих плохих, а не за этот разлагающийся Запад. Вот, и, значит, тут сразу возникает вопрос о западных ценностях. В чем они заключаются? Потому что, с одной стороны, права человека, но права человека оборачиваются защитой меньшинств, в том числе и сэкономерных. А это очень коробит традиционалистов. С одной стороны, развитие гражданского общества, а с другой стороны, это ведет к секуляризации, упадку религии, атеизму, нравственной деградации. А это все серьезные и реальные проблемы западных обществ, наряду с теми, которые вы обозначили. И вот как тут быть? Как избежать упрощенного подхода к так называемым западным ценностям? Вопрос к обоим собеседникам. Ну, Валерий Дмитриевич, что я предоставил. Хорошо. Вы знаете, я не вижу, честно говоря, в этом проблемы. Ну, я понимаю, что она неизбежно существует, но дело в том, что конфликт – это источник развития. Лучше, извините за банальность, но именно конфликт динамизирует ситуацию. И нет ничего страшнее общества, где конфликтов нет, или их пытаются загнать, вот как в России, там, замести под ковер, где все должно быть благостно. Что касается влияния этих конфликтов на ход развития, я бы не стал, знаете, трагедизировать ни в одном из случаев. Не тогда, когда я вижу, что, допустим, там, Black Lives Matter берут вверх, и это выглядит уже, ну, честно говоря, пародийно. Ну, с точки зрения, отнюдь даже не российского, там, идеологического экстремизма, а с точки зрения любого, я бы сказал, человека, выросшего в рациональной традиции. Он наблюдает это, ну, в просвещенческой традиции, и это его, конечно, удивляет, не может не удивлять. Но точно так же я не считаю, что традиционализм в каком-то смысле может быть приравнен к фашизму. А это та инвектива, которую всегда направляют в адрес сторонников консервативных и традиционных ценностей их оппоненты. В том числе, здесь немалая заслуга, я знаю, там, ряда философов, европейских философов, американских философов, которые сформировали такую презумпцию виновности, презумпцию виновности традиционалистов и консерваторов. Конфликты неизбежны. Пусть они будут, пусть они развиваются. Вот для этого нужна та рамка, которая не зависит, я бы сказал, от идеологических, или, по крайней мере, не должна по идее зависеть, от идеологического наполнения, как правовое государство. Правовое государство, конкурентность, состязательность и гласность с публичностью. Вот это все позволяет сдерживать те тенденции, которые можно назвать разрушительными. Вместе с тем, с моей точки зрения, проблема не только, но, может быть, даже западных обществ сейчас очень серьезная. Это отсутствие такого визионерского лидерства. Именно визионерского. То есть, отсутствие людей, которые бы увидели не просто большую картину, но и куда этот мир движется. Вот о чем говорил Марк, что на самом деле победа условно-демократической модели, она не предрешена. Не гарантирована. Да, она не может быть. В истории вообще ничего не может быть гарантировано, кроме того, что все мы когда-то покинем эту скорбную юду. Не уверен, что окажемся лучшим из миров, вот эту мы наверняка покинем. Вот визионерство, которое было характерно на самом деле для ряда западных политиков прошлого века. И это проблема, связанная с антропологией. С антропологией, да. Связана ли она с политическими институтами современного Запада, я не знаю. Ее связывают. говорят, что вот демократия, она, значит, предпочитает выбирать, ну, усредненных личностей. В этом есть резон. Но вместе с тем, мне не кажется, что это заслоняет дорогу вот таким вот сильным. А действительно, нужны сильные лидеры для того, чтобы увидеть, что происходит и для того, чтобы проложить новые пути. Такими лидерами были и Черчилль, и Деголь, такими лидерами был Аденаур, безусловно. Таким лидером был Рузвельт. Вот на этом фоне Путин выглядит, конечно же, глыбой. Ну, точнее, выглядел до 24 февраля, я бы тоже так сказал. Или, точнее, наверное, до 1 марта, когда 1 марта вдруг стало выясняться, что дела в Галкузе идут плохо. Ну, не так, что совсем плохо, можно даже сказать хорошо. Но почему-то с каждым днем все хуже и хуже. И вот есть эта потребность, она, кстати, ощущается, она ощущается не только в России, которую там постоянно клемят за ее авторитарную традицию, она ощущается на Западе, я это прекрасно вижу, это чувствую, там, говоря со своими коллегами, потребность в сильном лидерстве. Вот на чем сыграл прекрасно Трамп в свое время. Потребность, как бы он не выглядел комедийно, он выглядел на самом деле, он удовлетворял этой потребности в сильном лидерстве. Вот это есть, вот это принципиально важно. То есть я предлагаю подойти вот к этому противоречию, который существует на Западе. Это, наверное, правильно было бы назвать социокультурным и идеологическим противоречием, даже не противоречием, а конфликтом или серией конфликтов. Вот с этой точки зрения, что нужно для того, чтобы ввести его в продуктивные рамки, именно в продуктивные рамки и превратить в источник развития, а не в источник раскола. Ну, чтобы там не читать статьи, пророчащие гражданскую войну в Соединенных Штатах. Честно скажу, я в это нисколько не верю, но я вижу, что американцы тоже об этом серьезно, по крайней мере, некоторые задумываются. Вот новое лидерство, и это связано, думаю, с антропологическим кризисом уже. Коллеги? Ну, я, честно говоря, думаю, что это связано еще и с поколенческим кризисом. Должны прийти из нового поколения, когда страной управляют старцы, это, конечно, не способствует изменениям. Марк, вы что-то хотите добавить? Ну, я, если позволите, мне вот действительно, к сожалению, через 4 минуты надо убывать, очень сложный у меня там эфир, поэтому я, если позволите, как-то... Конечно, конечно, я согласен, что вообще миром движет борьба. Ну, в нашем понимании, если в политическом мире война. Это звучит по-марксистски. Ну, неважно, это, к сожалению, знаем, откуда марксист корни свои берет. Вот. На самом-то деле, по-другому не получается. Все попытки избежать любыми путями этой конфликтности, этого столкновения, они ни к чему не приводят. Ну, вот, я не знаю, даже опыт последних трех десятилетий, который, можно считать, был попыткой такой очередной создать этот бесконфликтный рай. Он же окончился ничем, то есть, совершеннейшим крахом. Вообще, всех институтов, которые служить должны были бы как раз этому важному, важной цели. Не важно, касается это институтов международных, национальных институтов, межгосударственных институтов, общественных, политических. Но жить было неплохо. Жить было неплохо, но дело в том, что получается же это конечная область конечных явлений. То есть, цикличность здесь очевидная. И вот, то, о чем мы говорим, это новое испытание для западной цивилизации, оно сейчас в него вступает, в это испытание Запад, потому что на прочность его будет проверять вот эти новые времена, потому что новые времена наступают с войной, они по-другому не наступают. Война надвигается, она неизбежна, здесь есть фатальность уже определенная, поскольку, ну, как обычные, как марксисты говорят, что лично нас подтверждает их правоту, неразрешимые противоречия, да, противоречия, которые, кроме как войной, уже разрешить невозможно. Причем их можно понимать и глубоко, и очень поверхностно, это не отменяет одно другого. У одних территориальных претензий, у других навязывание своей модели, кто-то кричит о полярности мира, сколько там должно быть сторон у этой полярности, но неважно, в общем, все хотят этого конфликта разрешения, хотя бы временного успокоения, поскольку победить будет пожинать плоды от последствий этого конфликта, победитель. Так всегда было, ничего здесь не изменится, кто проиграет, тот тому горе побеждет. Запад имеет удивительное дело, все ресурсы для того, чтобы в этом конфликте победить, все абсолютно, военные, экономические, социальные, индивидуальные, имеет все, и тем не менее, он демонстрирует слабость. Это такая, в общем, может быть, даже отчасти необъяснимая ситуация с ним, связана с какими-то внутренними проблемами самого западного мира. Ну, конечно, на поверхности лежит его внутренний претеречись, вызванная тем, что запад всего критического, рационального, а значит критического своего мышления, которое, собственно, и определяет тип западного, западной цивилизации, оно вырабатывает самоубийственную совершенно формулу самоуничтожения, потому что западная цивилизация, ну, это не новая мысль, так сказать, от Шпенгера кого угодно, апеллируя, конечно, создает возможности для самоуничтожения, подвергая сомнению самой своей основы, благодаря которым, собственно, вот уже там столько столетий он, этот запад самый продолжает существовать и успешно противостоять всем вызовам, которые ему бросаются. Но можно не исключать, что, и допустимый, не исключать, что сейчас наступает самый острый период, в который придется применить все свои недюжинные возможности, усилия, все, что связано, все, что дано Западу для того, чтобы в этом противостоянии в очередной раз выиграть. Я бы сказал, что не предрешена, исход этой битвы не предрешен. Как он включится и с какими последствиями выйдет Запад, ну, вот, определяют ближайшие десятилетия, я бы сказал так. Марк, спасибо огромное за участие. Да, единственное, что я хочу добавить, прежде чем вы уйдете, что лично я не считаю, что Запад дает слабину, он просто по-другому работает, и я не сомневаюсь в том, что Запад ответит как надо на вызовы, которые ему предстоят. Спасибо огромное. Все. Спасибо, Марк. Еще раз поговорим. Да, пока. Спасибо, спасибо. Счастливо. Счастливо, Марк. Валерий Дмитриевич, а мы с вами, сейчас, секунду, мы изменим. Вот так. А мы тут с вами займемся Россией, между делом. В конце нашей беседы обратимся к России, которая, как всегда, стоит на перепуте, как три богатыря из сказки известной. Вот, когда я думаю о России, я все время вспоминаю моего любимого Тимура Шаова, современного Барда, вот, у которого есть такое четверостише, которое просто, ну, мне очень нравится. Ох, нелегко жить в переходную эпоху, и сколько ждет нас впереди душевных мук. Но, как сказал маркиз Десад, Захер Мазоху, ну, имейте же терпение, мой друг. Михаил, вы сейчас, это, знаете, такой парафраз на последнюю фразу заявления Путина, что через 10 лет мы будем жить лучше. Я это из его уст слышал уже несколько раз. Я уж не говорю, что всю свою жизнь в Советском Союзе, я это слышу. Все лучше и лучше и лучше. Тут возникает вопрос. Первый, почему в России, несмотря на все попытки, не удается провести успешную политическую модернизацию? Знаете, я дам очень странные ответы, наверное, совсем ненаучные. Но я бы сказал, что нам катастрофически не везет. То есть, я не считаю, что есть некая обреченность, историческая запрограммированность и предрешенность. А на самом деле, конечно, если не получилось раз, второй или третий, то образуется некая колея. И в этой колее комфортно. Но я прекрасно знаю, глядя на опыт других стран, в том числе не столь далеких от России и не очень от нее, видимо, отстоящих далеко культурно и ментально, что вообще-то из колеи выйти можно. Но для того, чтобы выйти, необходимо сочетание некоторых условий. И дело, кстати, вот эти условия в 90-е годы у России были. В полном смысле слова. И несмотря на весь тот кризис, который мы переживали, на обрыв прежней жизни, и это очень тяжело переживалось, обрыв в каком-то смысле экзистенциальный, я уже не говорю об экономическом и социальном, все условия для того, чтобы мы перешли к модернизации, были. И мы к ней переходили. А вот здесь возвращаемся к тому, о чем я говорил несколькими минутами раньше, применительно к Западу. Ключевым оказывается фактор лидерство. Ключевым. И это показывает на самом деле обширный исторический опыт различных эпох и различных стран. Что если оказывается группа людей, которые желают перейти, в данном случае, как правило, в их мотивах всегда присутствует некое идеальное начало. Хотя они могут быть законченными прагматиками и циниками. Но всегда есть некая идеальная мотивация. Ну хотя бы если прагматичная, то тоже нелишенная идеализма. Но я хочу, чтобы моя фамилия была вписана в учебники истории. И вот когда у них появляется желание и готовность совершить некий исторический разрыв или исторический прорыв. Путин же постоянно говорит, времени на раскачку не осталось, нам нужен прорыв. Но времени на раскачку не осталось. Совершенно точно. А для России это типично. никогда не остается времени на раскачку. Потому что в результате проигранной войны или внутренней катастрофы нам надо бежать. Поскольку нам надо торопиться, мы катастрофически, мы начинаем ляпать одну ошибку за другой. Возможно, за исключением только эпохи великих реформ Александра II, когда все шло в общем довольно, несмотря на все проблемы, логично и последовательно. И могло бы... Кстати, и опять же, тогда роковой роль сыграла случайность. Вы прекрасно понимаете. Да, да. Роковую роль. Если бы Александр II не был убит, то нет сомнений, что история России развивалась бы иначе. Точно так же скажу без обиняков. Если бы в 99-м году выбор Ельцина, ну точнее, это не выбор Ельцина пал, а ему подвели, значит, не подвели Путина, а другого человека, я могу вам сказать, мы бы с вами сегодня опять же обсуждали совершенно другую Россию. Совершенно не беспроблемно. У нее было бы огромное количество проблем. Но не было бы того, что мы сейчас обсуждаем. Даже Виктор Степанович Черноморгин, или, а может быть, почему даже, может быть, как раз он, он был бы прекрасным агентом перемен. Потому что Виктор Степанович относился к числу тех людей, помните, о которых Синека говорил, что сопротивляющихся судьба тянет. Вот Виктора Степановича бы судьба потянула. А тут выпала такая везуха, значит, Владимиру Владимировичу группе людей с определенным очень специфическим корпоративным взглядом на жизнь, на историю, помешанных на конспирологии. Знаете, меня всегда удивляло, когда я там беседовал с ними. Я не мог поверить, что они это всерьез, что ли, думают, что, значит, там Запад, заговор, предатели в Советском Союзе обрушили, нам надо взять реванш. И я с ужасом понял, но я понял это просто очень давно уже, там где-то лет 8-7-8 назад, еще до Крыма, что да, это есть их символ веры. Но это просто пропагандистская подготовка была. Да, и они приложили все усилия для того, чтобы, значит, взять исторический реванш, которым они и занимаются, понимаете. Но оказались бы другие люди, другие бы люди. Ну, давайте про историческую аналогию, связанную с Хрущевым, хотя бы приведем. Да, она богата и интересна чем? Что тогда помимо, после смерти Сталина, помимо Хрущева, сторонником преобразования оказалась даже Лаврентий Берия. И это известно, что у него были планы обширных преобразований, более масштабных, чем то, что сделал Никита Сергеевич. Вот для того, что там объединить Германию, да, частную собственность, ну, индивидуальные крестьянские хозяйства, значит, вернуть им там свободу рук и прочее, прочее, прочее. Еще раз, к сожалению, Михаил, нам катастрофически не везло. Бывает такое, бывает. В истории это бывает. Ну, это может длиться, это может длиться довольно долго, к сожалению. Но это не приговор, это не не обреченность. Ничто не мешает нам, сейчас это будет сложнее, но тем не менее, я не вижу каких-то принципиальных препятствий для того, чтобы мы все-таки смогли начать двигаться по пути модернизации. Да, сейчас это будет тяжелее, да, нам придется пройти через очень опасный кризис. Вот это для меня уже несомненно, что гладко это уже не получится, гладко не выйдет, что мы в кризис втянулись и нам придется через него пройти, но мы совершенно точно не обречены. Совершенно точно. Валерий Дмитриевич, я вот хочу с вами тут поспорить. Я не в том смысле, что Россия обречена. Да, я понимаю. Я не обречен, но дело в том, что вы настолько большой как бы фокус, такое большое внимание уделяете роль личности в истории, а между тем неизвестно, если бы вместо Путина был кто-то другой, не стала бы Россия развиваться так же. Тут вопрос опять же философский, способна ли Россия в принципе существовать не как автократия, потому что вот мы говорили о сути западной цивилизации, которую я понимаю, на мой взгляд, суть западной цивилизации, да, вы правы, капитализм, да, Марк прав, индивидуализм, но на мой взгляд, вот в правовой области самое-то главное деабсолютизация власти, чтобы один человек или одна группа людей не обладала полнотой власти. Вот это, так сказать, вклад Запада в развитие человечества. И вот это вот Россия никак не может осуществить. А почему? Потому что российское государство в принципе было создано этими Иванами, третьим, четвертым, Грозным и так далее, как централизованное государство. понимаете, но тут я хочу вспомнить об Александре Львовиче Янове, моем любимом историке, недавно почившем, согласно которому Россия уникальна в том смысле, что она не является азиатской деспотией, которая способна только к распаду и гниению. И она не является только западной страной. Она представляет из себя смесь этих двух началов. И вот русское самодержавие это как бы два полюса. Когда они работают авторитаризм, тогда включаются прозападные реформы, но они всегда селективные. Потом, когда Россия снова поднимается, включается авторитаризм. И вот так вот эти два рычага работают, и вот эта уникальная схема позволила России сохранить империю в 20 веке, что никому другому не удалось. И сейчас она делает то же самое и теми же самыми способами. Так что, все-таки, может быть, прав был Карамзин, который говорил, что Россия не может быть не авторитарной. Я, вы знаете, отношусь вот именно как историк все-таки не то, что со скепсисом, да, наверное, со скепсисом, и может быть, даже с легкой иронией к такого рода вот безапелляционным констатациям. Тем паче, что время течет, все изменяется. Я к тому, что необходимо время для некоторых перемен. Вот когда мы говорим о модернизации, она же включает различные аспекты. Допустим, создание работающей правовой системы, работающей, возможно, даже при авторитарном правлении, что, кстати, эпоха Александра Второго показала. Возможно. Сингапур. Да, Сингапур. Прекрасный пример. Значит, двигаться придется. Вот сейчас, ну, совершенно очевидно, что тот шанс, когда Россия могла перейти к демократии, ну, допустим, похожее на то, что сейчас Польша, вот в 90-е годы, она двигалась Сейчас мы, мы этот шанс, сейчас мы упустили его. Значит, нам надо, нам придется начинать в каком-то смысле сначала. Это правда. И нам придется пройти ряд этапов. Но мы можем их пройти, исходя из того опыта, который есть, негативного собственного опыта, опыта, который есть у наших соседей. Можем пройти быстрее. Понятно, что мы совершим какие-то новые ошибки. Но для меня очевидно, что надо сейчас России. Первое, эффективная экономика. Второе, это работающая правовая система. Две вещи абсолютно необходимы. Хотя я называю первую экономику, они взаимопереплетены. Там, где нет работающего права, не будет никакой эффективной экономики. И вот на этой базе, работающая правоэффективная экономика, будет и вырастать новый средний класс. Я вам хочу сказать, что Кремль очень напугался в волнении конца 2011-2012 года, потому что это было выступление, это был бунт, мирный бунт именно среднего класса, нового, постсоветского среднего класса. Среднего класса, который требовал для себя политических свобод и участия во влиянии на судьбу страны. То есть, это в некотором смысле, не хочу сказать, что процесс автоматический и механический, ничего подобного нет, но это процесс, который объективно вырастает. Что касается опять же некого баланса элитных группировок, то ООН может вырасти с моей точки зрения именно из тяжелого кризиса. Когда власть понимает, что с ней могут сделать. Вот она понимает, что если вы себя условно дурно ведете, дурно, то с вами могут расправиться беспощадно. И возникает желание вот в этой игре придерживаться тех правил, которые не привели бы к фатальному исходу. И придерживаться неких условий компромисса. Это может быть похуже отчасти, кстати, на Украину до до нынешнего года. Вы помните, вот Украина как раз, она прекрасно доказывала, что демократия вырастает не из достоинств людей, а из их недостатков. Что не дать друг другу, не позволить друг другу уничтожить, не заниматься игрой с нулевой суммой. Поэтому стремление к компромису. И плюс демократия не всегда успешна. Возьмите Индию, а демократическая страна, жизнь там ужасная просто. Совершенно верно. Ну, вы помните фразу Черчилля, ему много чего говорил, но у него говорят, что вообще лучшая система правления, это, конечно, авторитарная, если речь идет о просвещенном правителе. Но беда в том, что ее эффективность исчерпывается сроком его жизни. Я бы еще добавил срок вменяемой жизни. Так что модернизация скорее всего у нас будет проходить не как политическая, а скорее как правовая, экономическая и, наверное, как поиск новых моделей взаимоотношения. И вообще нормализации жизни. Потому что я, живя в России, прекрасно понимаю, люди, ну не все это чувствуют, что мы живем в глубоко ненормальном обществе, глубоко ненормальном, какими-то абсолютно искореженными моральными ценностями. Общество психотизировано, очень высокий уровень взаимной агрессии. Вот этим придется заниматься. Понимаете, когда люди находятся в такой психической ажитации и находятся под влиянием чудовищной пропаганды, чудовищной, просто убивающей морально и психологически, то надо им дать какое-то время спокойствия. Именно спокойствия. Помните, то, о чем мечтал в свое время Петр Аркадьевич Сталыков? История здесь каждый раз сто лет повторяется. Да вот мне и кажется подозрительными эти вот роковые случайности. Я знаком с концепцией Даянова, да, и, ну знаете, я вам скажу опять же, хотя я оптимист, послушайте, у нас будет еще точно одна попытка, у меня в этом нет сомнений. Но если она не удастся, я не могу предрешить. Я надеюсь, я практически уверен, что она удастся. То остается, как в анекдоте, развести руками и сказать, ну говорили же, что проклятое место. Здесь ничего никогда не было. Да, нет, вот вы знаете, в это я не верю. Я тоже. Я не верю в то, что Россия проклятое место. И я часто слышу от россиян в сторону эмигрантов, что вот вы уехали и хотите, чтобы здесь все было плохо. Это глубоко не так. Потому что, когда ты эмигрируешь, ты всегда становишься более, вот я стал более русским в Америке. Потому что в России я как-то смешивался с толпой. А здесь, кругом, не такие, как я. А вот когда говорят со мной, а, ты из России. И, естественно, мне хочется, чтобы мне сказали, а, ты из России, ну это такая супер страна. Это такая вообще мощь. Или мне говорят, ой, ну извини, тут у вас там Путин. Это, естественно, мне хочется, чтобы в России все было хорошо, а не плохо. Совершенно верно. Вы знаете, у вас здоровая, допустим, реакция. Это все в теории идентификации описывается. Вы не хотите потерять связь с этой группой. У вас сейчас множественное. Вы гражданин США, но вы остаетесь выходцем из России, человеком русской культуры. Ну, мы видим, и это тоже нормально, кстати, к этому отношусь, понимаем, когда люди хотят расстаться с прежней идентичностью. Возможно, считаю неудачной, возможно, считаю обреченной. Но психологически это не очень хороший вариант. Это, он саморазрушителен, я согласен. Но я это вижу, я понимаю, почему это происходит. Это один из способов тоже сохранения психической целостности и самозащиты. Ну, такая вот ужасная страна, поэтому я с ней расстался. Вот она ужасна. Вы как раз пытаетесь найти, с моей точки зрения, очень правильный подход. Взгляд извне, он бывает полезен. Это другая оптика. Точнее, другая наблюдательная позиция, а часто и другая оптика. И это помогает, допустим, диалог, когда мы с вами обсуждаем, мне помогает посмотреть тоже на что-то иначе. Это нормально. И не просто нормально, это очень позитивно. Поэтому, вот я бы сказал так, мы, конечно, не обречены. Не обречены. Но дурная повторяемость, дурная повторяемость пугает. Надо искать причины этой дурной повторяемости и пытаться избежать тех ошибок, которые мы допустили. Новые мы все равно совершили. Но я думаю, что нам вот из этой колеи все-таки удастся выкарабкаться. Мы слишком много уже заплатили. И не только в 20 веке. Он был чудовищен по потерям. Мы платим и сейчас. И эта цена колоссальна. Эта цена может быть не в человеческих жизнях, но в исковерканных судьбах. Я вижу это. Именно в исковерканных судьбах. Миллионов людей уже. Просто миллион. Да. Я с вами полностью согласен. Валерий Дмитриевич, мы с вами уже в эфире больше часа. Огромное количество комментариев. Я вот тут их посмотрел все, но их много. И времени у нас нет на вопросы. Огромное количество зрителей. Я просто поражен. 1330 человек нас смотрят. Для моего канала по философии и религии. Это почти что вся вселенная. Ну, будут еще зрители. У меня нет сомнений. Михаил, мы можем просто предложить нашим зрителям провести отдельно передачу, в которой попытаемся ответить на вопросы. Скажем, если у вас будет время, желание, возможность, а у наших уважаемых зрителей, желание послушать, то на те вопросы, которые выглядят наиболее важными, и, наверное, надо их просто предупредить, что есть вопросы, на которые каждый раз, каждое поколение и даже каждый новый человек отвечает по-новому. Вот это просто надо иметь в виду. И с точки зрения того, что у нас взгляды из разных сторон, но одинаково позитивные, да, это может быть хорошей идеей. Это стереоскопическое зрение такое возникает. Ну, в общем, позитивно, я согласен. А я считаю, это очень важно. Надо все-таки стараться быть позитивным. Не в этом, знаете, там, в духе поучения коучей. Все у тебя получится. Ну да. Это не позитивизм, это идиотизм. Но это совсем другая тема. Ладно, спасибо. Спасибо, Валерий. Значит, я в конце должен сказать, что, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал Валерия Соловья. Подписывайтесь на канал Марка Фегина. Если вам понравился этот эфир, обязательно нажмите на все, на что надо нажать. Лайки, колокольчики. Вот. Мы с вами прощаемся. Но я надеюсь, да, что, может быть, мы устроим эфир вопросов и ответов, потому что тема эта меня интересует не просто академически, она меня интересует просто как человека, который жил в России 30 лет. И у меня, кстати, двойное гражданство. У меня российское гражданство по-прежнему. Так что я чувствую себя частью страны. И очень хотелось бы, чтобы она встала на нужные рельсы. Конечно. Спасибо, спасибо еще раз. Спасибо, Михаил. Спасибо зрителю. Спасибо всем. Субтитры сделал DimaTorzok